Итак, как я погляжу, тебе понравился видос про Кенши, а это значит, что время рассказать про ещё одну игру, в которой главный герой может лишь плакать, забившись в углу комнаты, в то время как за дверью его ожидает толпа разъярённых фанатов кейпопа. Такое своё тупое хлебало в сторону чимина. Ну ладно. Да, сегодня поговорим про Project Zomboid. Как ты и сам знаешь, игр про зомби, ну, их, так сказать, многовато, но до сегодняшнего дня почти ни одна из них не могла удовлетворить мою внутреннюю потребность в получении ощущения свободы в условиях постапокалипсиса. Ходячие мертвецы от Тейл Тейл, Stay of Decay, Dying Light и прочие псевдосимуляторы выживания либо были максимально линейны и не создавали должного уровня случайности и безысходности, либо в них ты имел превосходство над зомбями тот же паркур в Dying Light. Надо, 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 только посмотри на это, ну, она даже не может, ну, бедная зомбя. Но что, если есть нечто в этом мире, что ставит тебя на роль обычного работяги без особых навыков, где твой персонаж выступает в роли ёбаного тамагочи, которого нужно кормить, он должен спать, он испытывает страх, усталость и даже скуку. Думаю, что ты уже слышал про эту игру, так как она была довольно популярна у летсплееров во времена расцвета зомби тематики, однако за все эти годы Project Zomboid претерпела множество изменений, и как положительных, так и, ну, достаточно спорных. Сходу заявляю, у игры есть лишь одна концовка, которая тебе, как игроку, демонстрируется в самом начале игры, когда тебя наёбывает единственный, но уже не совсем достоверный источник информации о выживании. Фури енот. Ага, помогите, где-то рядом женщина. Ну, вообще, по гайду как бы я должен её пиздануть, так что, ну, ну давай, ну, почему бы и нет. Хорошая новость, в этой игре есть антидот. Эм, ну, чё, блять? Ёбаный рот этого енот! Перед тем, как ты начнёшь выживание, тебе дают возможность досконально сконструировать твоего персонажа, выбрать ему профессию, внешний вид и, что главное, его недостатки. Так что, либо ты пытаешься жить вообще без недостатков, но при этом и не иметь особо выделяющихся положительных чарт, либо ты становишься быстрым воином с храбрым сердцем и огромной пиписькой, который страдает ожирением, не видит дальше двух метров и вынужден постоянно курить. Да, я только что описал себя. Сам геймплей состоит по большей части из симулятора собирательства всего, что ты найдёшь под ногами. В качестве оружия можешь использовать как сковородку, так и огнестрел, но помни... О, чёрт! Не говори мне, что ты собираешься размахивать дрочилом перед этой чудесной девочкой. Слушай сюда, посмотри на молчаливого Боба. Как, по-твоему, он поддержит твою идею? Спокойся, ещё сейчас больше придёт. То-то же парень. Убирай дрочила. Здесь нужно прежде всего сердце. Твои борзые приколы с этой девушкой не прокатят. Будь нежным, будь донжуаном в случае будучи. Помни, не доставай дрочилу, пока она сама не захочет. Или хотя бы заснёт. Нет. Спокойно. Место в инвентаре, как ты понимаешь, ограничено, так что в экстремальные моменты ты будешь вынужден решать, что тебе важнее. Банка консервированных персиков, патроны для дрововика или бензин, которые позволят тебе покататься на машинке. Да, машины также присутствуют в Project Zomboid. В машинах можно хранить вещи, жить, но что главное, преодолевать большие расстояния за кратчайшие сроки. Country Road, take me home, to the place, I'm alone, West Virginia, Mountain Mama, take me home, country road. А тебе это понадобится, ведь карта состоит из четырёх городов, расположенных на солидном расстоянии друг от друга. А это, в свою очередь, значит, что в пространствах между городами можно построить собственный лагерь и умереть там с голода, ведь в машине закончился бензин, а помимо надежды на твоих грядках так ничего и не выросло. Выбираем один из городов в качестве начальной точки и... Не-не-не! Не-не-не-не-не, сука, я слишком пусечка, чтобы играть в настолько стрёмные вещи в соло. Вызываю Андрея. Да, с недавних пор в Project Zomboid добавили официальный мультиплеер, но он всё ещё имеет меньше возможностей, чем созданный фанатами. Но не забываем, Азон терпел и нам велел. Какие же возможности предоставляет функция мультиплеера? Я вижу вдалеке девку. А это значит, что время ржать. Ёбаня белья! Максима? Буду курильщиком. Я делаю Райана Гослинга. Типа, у меня персонаж курильщик, и при этом он демон скорости. Ты здесь был? Я здесь не был. Здесь просто мёртвый мужик. И не один. Слушай, ну мы же понимаем то, что два мёртвых мужика это в любом случае лучше, чем одна мёртвая проститутка под кроватью. Есть два типа серверов. Выделенные и общие. На выделенных ты и твой аналог Андрея. Можете чилить, и никто не потревожит ваше приключение. В отличии от общих. Где как и в DayZ, хер ты найдёшь хоть какие-то ресурсы, ведь некий Олег уже собрал, блять, весь лут, отстроил новое государство. И собрал гарем из зомби Цундера, которые вроде как-то, ну и не проявляют никаких эмоций, но внутри них всё ещё хотят сделать кусь своему сэмпаю. По поводу зомби, эти падлы имеют довольно разветвлённую систему алгоритмов поведения. То бишь, они тебя видят, слышат и запоминают. К примеру, если твой персонаж стал слишком жирным, то от твоего топота вся округа сбежится на то, чтобы поугарать над тем, сколько калорий ты сожрал за этот день. Похудей! Зашторивай окна, чтобы зомби не могли увидеть твой маленький секрет, а также не забывай выстраивать оборону вокруг своей базы. В идеале, конечно, построить свой собственный укреплённый форт и самому стать тем самым Олегом, но давай будем честны. Ресурсов у тебя хватит лишь на то, чтобы защитить своё тело от женского тепла, но никак нет зомбей. Всех убитых зомбей нужно нежно, аккуратненько, мягонько брать на ручки, сносить в одно укромное место и сжигать. Так как трупы зомбей привлекают ещё больше зомбей, а это значит, что чем меньше зомбей ты оставишь лежать, тем меньше зомбей тебе нужно будет в дальнейшем убивать. А также разлагающиеся трупы будут ухудшать моральное и физическое состояние подконтрольного тебе хлопчика, так что соблюдай чистоту и будет тебе счастье. Система заражения здесь такая же, как её показывают при словутом Walking Dead, то бишь куснула зомбя, вероятно ты ужасный. Но тебе может довольно сказочно повезти, потому что заражение может не пройти, в таком случае тебе остаётся лишь наложить повязку, дезинфицировать ранку и попросить маму подуть на неё. Чтобы боль ушла, то ну блять, ну шо как не человек. Однако не забывай менять окровавленный кусок ткани как можно чаще, иначе... Сними с меня бинты, я не могу с тебя почему-то бинты снять. Сними бинты. А как? Типа проверь состояние. А, проверь состояние, да, не двигайся. Грязный бинт, я тоже не могу... А, вот убрать бинт. Укус, царапина, заражение. Андрей? Добегался. Блядь, Андрей? Слушай, а как мы всё это убирать будем? А ещё ты можешь заразиться, если тряпки, которыми ты обмотал рану, были грязными, или ты сделал их из одежды, которую снялась только что у кокошенного зомби. И ещё уйма способов привести персонажа в царство Аида. Кстати, да, не надейся на блага цивилизации, которые так жирно расставлены по всему городу. Через неопределённое количество времени у тебя заберут и электричество, которое позволяло подрубать свет и пользоваться холодильником. Что, в свою очередь, позволяло тебе не так сильно волноваться о постоянной добыче еды, так как всё хранилось долго и в хорошем качестве. Незабываемый про своевременное отключение воды, хотя ты вроде как и так в СНГ живёшь, так что тебе в любом случае не привыкать к тому, что у тебя частенько нету доступа к воде и электричеству. Также существуют случайные события, которые могут как поправить твоё положение, так и усугубить его. За примерами далеко ходить не надо. Был у меня как-то раз случай, когда я радовался жизни, что уже звучит не так уж и правдоподобно, но не суть. Баррикадировал я, значит, такой дом, но тут прям над моим домом пролетают бляски гендерофлюидный вертисексуал своей собственной персоной, блядь, которая своим шумом привлекает толпу родфемок, и они случайно так замечают моё уютное маскулинное гнёздышко. Да, мой дом был разрушен, а сам я убит за то, что я был белым мужчиной в пятницу вечером. Мм, кстати, не забывай про модификации, которые также Project Zomboid поддерживает. Ты можешь поставить себе улучшение системы крафта, добавление новых городов, возможность поставить хардбас на местное радио. И даже добавить себе NPC, которые как и случайные события могут как улучшить твоё состояние, ну, так и понял ты, наверное, я не закончил предложение. В самом стиме модов свыше тысячи, а сколько их находится на сторонних ресурсах, и какие возможности они предоставляют, даже представить страшно. Я бы, на самом деле, с удовольствием и дальше продолжил тебе рассказывать про Project Zomboid, но, знаешь, пусть оставшиеся механики и приколы будут для тебя неким сюрпризом. Ну, до поры до времени. Ля, пацаны, ща укуляля принесу, подождите. Поставь лайк, подпишись на канал, будет чистый твой маленький анал. Я, блядь, не шучу, быстрее подпишись, я уже за твоей дверью обернись. Ладно, спасибо за просмотр. Так, посмотри, что там Путин вещает теле и хруби. Еще пару секунд. Обращаюсь ко всем гражданам страны, ко всем работодателям, семьям. Нам пиздец. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА